Аппаратное совещание Действительно, по инициативе общественников, любителей велосипедов, как инструментов реализации здорового образа жизни, ведется полномерная работа. Но мы можем видеть, что в последнее время действительно многое в этом направлении было сделано. Затронули тему пляжей. На прошлой неделе специальная комиссия проверяла состояние траверсов на арендованных участках и вынесла удовлетворительный вердикт. Такое положение дел насторожило мэра. Он попросил провести еще раз обследование и привлечь к нему водолазов. И вот сегодня был предоставлен отчет с подводной съемкой. Все оказалось куда печальнее, чем заявлялось первоначально. Большинство арендаторов предпочитают делать видимость ремонта, а не решать проблему. В мэрии обещают, в скором времени все изменится. Давайте готовьтесь, что в следующем году, так как побережье несет большую нагрузку в последние годы. Очень много одесситов и гасей города. Поэтому надо улучшить эту работу и подготовиться более качественно к следующему пляжному сезону. Привычную череду строительных вопросов начали с пятой станции фонтана. Проверка установила. Разрешение на проведение работ есть, но без нарушений не обошлось. Во-первых, стройка не ограждена забором. А во-вторых, арендаторы задержали плату за пользование землей. А на территории бывшего дошкольного заведения по адресу Варнинская, 12-6, была проведена капитальная уборка. Теперь перед чиновниками стоит задача – возродить садик. У дальнейшего использования вот этой территории и, естественно, здания, может быть, действительно передадут коммунальную собственность. Мы можем дальше его реанимировать, как детский садик. Ну а что касается бюджета, то тут снова все хорошо. План хоть и не на много, но все же перевыполняется. Что же до проектов? В рамках программы общественного бюджета, то часть из них находится в реализации. На сегодняшний день у нас 20 проектов в реализации. По некоторым уже мы часть профинансировали. Так, в частности, по управлению по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации на прошлой неделе профинансировано 219 тысяч по проекту «Спорт как мощный социализирующий фактор развития общины». Подняли вопрос и о реконструкции Дворца спорта. Так, после ее завершения Одесса вполне может претендовать на титул спортивной столицы Украины, уверены в мэрии. За 11 миллионов гривен, которые выделят из областного бюджета, в следующем году проведут в надлежащий вид главную спортивную мекку города. Там пройдет чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Так отремонтируют кровли купола демонстрационного зала, обустроят смотровые площадки инженерного сооружения, коммуникации и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!